привет всем сегодня будет очень интересное видео я расскажу где и когда я проведу свою встречу с подписчиками я расскажу где и когда я проведу свой семинар также я расскажу о конференции тони роббинса будет очень много полезной информации обязательно досмотрите это видео до конца погнали итак я хочу организовать встречу с подписчиками которая пройдет 3 или 4 августа в киеве еще я хочу организовать семинар который пройдет в москве где-то в промежутке с 1 по 5 сентября это моя первая встреча с подписчиками я еще никогда такого не делал и хочу получить от вас максимальную поддержку смотрите что я хочу сделать я создам группу вк там будет наше сообщество там будет информация полностью по всем встречам я хочу чтобы вы приняли участие в опросе я создам опрос сколько придет людей в киев и сколько людей придет в москву пожалуйста отнеситесь к этому серьезно не голосуйте в опросе просто так потому что я хочу посмотреть какое реальное количество людей я могу собрать голосуйте только в том случае если вы стопроцентно придете на встречу в киеве и если вы стопроцентно придете на встречу в москве потому что я буду арендовать зал и хочу узнать максимально точное количество мест по поводу семинара в москве почему я хочу его провести в промежутке с 1 по 5 сентября потому что 1 сентября я еду на тони роббинса в москву и хочу поехать с вами я тоже в этой группе первая ссылка в описании сделаю опрос кто со мной пойдет на тони мы можем взять самые дешевые билеты самые дешевые билеты 25 тысяч рублей я думаю многие из вас могут позволить себе такой билет это ска олимпийские места на балконе но ничего страшного опять же вопросе я попрошу людей проголосовать кто с вероятностью блин 99 процентов сможет пойти на тони чтобы знать на что мне рассчитывать и какое количество билетов заказывать как я вообще планирую все это сделать встречу в киеве я планирую сделать бесплатной я хочу просто встретиться с подписчиками и узнать что их интересует и потом уже на основе всего сказанного я построю программу выступления и выступлю с ней в москве выступит вся моя команда арендовать помещение я буду в любом случае я хочу арендовать в киеве ходит встреча будет бесплатной также я хочу арендовать в москве в москве встреча будет платной но я еще не знаю какие там цены сколько мне нужно будет заплатить команде сколько мне нужно заплатить звукарям организатором короче когда я узнаю во сколько мне обойдется вся организация тогда я вам скажу сколько будут стоить билеты вся эта информация Информация будет в группе. Присоединяйтесь, первая ссылка в описании. Итак, давайте немного вам расскажу о семинаре Тони Робинса. Кто не знает, я посетил его семинар. Это бизнес-мастерство, которое проходил в Роттердаме. Короче, было очень классно. Я уже рассказывал, какая там была аудитория. Там было 2000 человек, половина из этих людей – долларовые миллионеры, то есть 1000 человек. Половина из этой половины – 500 человек, люди, которые зарабатывают больше 5 миллионов долларов в год. А половина из этой половины, то есть 250 человек, люди, которые очень давно в бизнесе и которые зарабатывают больше 10 миллионов долларов в год. Вот такая там была аудитория. Как вы знаете, билеты были очень дорогие, 6 тысяч евро, хейтеры там начали сразу писать, ну как, эти 6 тысяч евро тебе окупились, ты узнал супер какую-то информацию за 6 тысяч евро. Народ, я вам скажу одно, очень многое решает близость, там было тысяча миллионеров, представляете, и вы можете с ними пообщаться, вы можете с ними завести знакомство, вы сможете многого у них научиться, вот это того стоит. И еще, никогда не жалейте денег на свое образование, запомните, это лучшая инвестиция, лучшая инвестиция, я говорил, это инвестиция в себя. Тони тоже очень много рассказывал о близости, еще там в далекие года, когда он консультировал миллиардеров, когда он еще на кассетах начал выпускать свои курсы, и вот эти миллиардеры предложили ему полететь с ними в кругосветку. И он такой подумал, блин, они же миллиардеры, поскольку это нужно будет скидываться, я лучше эти деньги потрачу по-другому, у меня сейчас нет времени. И они ему сказали, там нужно скинуться по 50 тысяч долларов, на то время это были огромные деньги, и они все толпой на частном самолете путешествуют по странам, высаживаются, потом опять летят в другую страну, там отдыхают, тусуются. И он этих денег не пожалел и сказал, что это была лучшая инвестиция, потому что он у них столько подчеркнул, столько ему научился и приобрел просто бесценный жизненный опыт. Конференция была по бизнесу, как строить бизнес, как управлять бизнесом, не по психологии, но, конечно же, было очень много интересных психологических фишек. И всеми этими фишками, всеми методиками я буду делиться с вами в своих консультациях, в своих конференциях, в своих встречах, короче, будет очень интересно. И чтобы вы понимали, там совсем другие люди, там совсем другое общество, там люди свободные, все общаются, все веселятся, все обсуждают какие-то идеи, все друг другу помогают. Смотрите, как отдыхают миллионеры. Этим людям абсолютно на все насрать. Вот чувак себе лег, врубил музон, наслаждается музыкой и отдыхает. Вот тоже, ребята, здесь абсолютно другая атмосфера, вот почему вам нужен такой круг. Здесь себе люди наслаждаются жизнью и зарабатывают деньги. Там было очень много танцев, было очень много мотивации, вообще это фишка Тони. Когда мы что-то там записываем, записываем, там проходит уже где-то полчаса, он говорит, а ну-ка, быстро все поднялись. Все подрываются, он включает музыку и мы начинаем жестко танцевать. Пять минут садимся опять, записываем, и так информация усваивается намного лучше, чтобы мозг не засыпал. Он может посреди встречи взять и сказать, а ну-ка, сделайте друг другу массаж ноги. А ну-ка, похлопали все в ладоши, чтобы, блин, просто расшевелить людей. Температура на его встречах 16-17 градусов. Блин, чтобы люди чувствовали бодрость. Сам он гоняет по сцене, блин, футболки, но люди, которые уже ходили на его встречи, берут шапки, шатфы, куртки, короче, тепло одеваются. Я не знал, блин, я там безумно замерзал. Многие люди, которые просто смотрят на это все со стороны, видят всю эту картину, говорят, что за херня там происходит, что это за секта. Да, блин, называйте это как хотите. Если вы хотите называть это сектой, вы будете правы, да, это секта. Но я лучше буду в секте миллионеров. Блин, это секта миллионеров. И там реально очень круто. Чем лучше я буду в секте рабочих на заводе. Там тоже секта. Вот работяги на заводе, почему это не секта? Это тоже секта. Они вместе собираются, они обсуждают проблемы. Они говорят, какая плохая жизнь. Они обсирают власть. Как их все достало. После работы ходят и бухают вместе. Все, это тоже секта. Но я лучше буду в секте миллионеров. Так что сделайте правильный выбор. Сейчас, когда я расту, когда я развиваюсь, у меня тоже все меняется. У меня меняются ценности. Раньше я безумно хотел денег, денег, денег. Хотел разбогатеть. Теперь мне деньги уже не так важны. Теперь для меня деньги на втором месте. Теперь мне уже важна польза. Я вижу, сколько людей я изменил. Сколько людей меня благодарят. И я могу изменить еще больше людей. И вы можете это все передавать другим людям. Вы можете показать на своем примере, как можно жить по-другому. Не нужно никого учить, запомните. Никогда вы никого не измените, если будете кого-то учить. Меняйтесь сами. Показывайте на своем примере, как можно жить по-другому. И люди к вам потянутся. И люди тоже захотят меняться. И вместе мы можем объединяться, создать сообщество, блин. И просто менять мышление людей в лучшую сторону. Некоторые люди мне говорят, вот ты для чего добивался успеха. Зачем ты еще больше в это все вникаешь. Ты же хотел пассивный доход. Ты же хотел ничего не делать. Но когда я расту, я меняюсь. Я уже хочу этим заниматься. Мне это нравится, поверьте. Я намного лучше себя чувствую, когда я этим занимаюсь, когда я общаюсь с вами, чем когда я где-то на Мальдивах пялись в океан. Я там не настолько счастлив, как счастлив здесь с вами. Все меняется. Я сам не знаю, кем я буду, блин, через год. Некоторые взрослые могут на меня посмотреть и сказать, боже, юноша, какой у тебя потенциал. Да что ты там можешь решить? Жизнь не такая простая. Жизнь сложная. Вы сами себе усложняете жизнь. Ты капля в море. Ты ничего не изменишь. А что такое море? Это миллиарды этих капель. Если я изменю две капли, два, три, четыре, пять человек, десять, сто человек, я уже изменю мир. Мир уже не будет прежним, если я изменю хотя бы одного человека. И вот я вижу эту всю поддержку. Блин, мне в личку там по десять, по двадцать сообщений в день. Ты изменил мою жизнь. Ты мне помог. Красава, не останавливайся. Блин, как же это меня стимулирует давать все больше и больше пользы людям. Сейчас я немного меняю концепцию канала. Ну, как не меняю, я уже говорю о проблемах. На своих консультациях мы уже говорим о проблемах. Я своей всей команде рассказал. Нужно говорить о корне проблемы. Люди лечат симптомы. Вот есть болезнь, и у нее 20 симптомов. И люди лечат симптомы. А проблему, сам корень, люди не трогают. И они удивляются, почему не меняется жизнь. Почему все так плохо. Потому что они лечат только симптомы. Нужно лечить корень проблемы. Понимаете? Тони такого же мнения. Он нарисовал три круга. Первый круг – это состояние. Второй круг – это план. И третий круг – это стратегия. Люди начинают не с того. Люди начинают с третьего круга. Они начинают со стратегии. Они бегут уже зарабатывать деньги. Они бегут что-то делать. Но не понимают, зачем им это делать. Понимаете, как люди заходят? Если не хватает денег, берут кредит. Но не решают, а почему у тебя нет этих денег? Нужно заходить в состояние, смышление, это все изменить, это все понять. Насколько это тебе важно, насколько это тебе нужно. Хочешь ты действительно ли этого? Потом идет история, потом идет план. Ты создаешь свой план. И только тогда ты уже действуешь. Только тогда ты делаешь какие-то шаги, чтобы заработать деньги. А люди начинают с этой стороны. Сразу же с заработка. Я смотрю, какими темпами сейчас все начинает меняться. Мне, блин, школьник в личку пишет, привет, мне 13 лет, я прочел уже 5 книг, скинь мне еще книгу. Что? Да в 13 лет я, блин, в футбол бегал, играл там в Counter-Strike, Warcraft. Я не знаю вообще, что я делал в 13 лет. Я вообще не думал о развитии. Я вообще не думал об инвестициях. О книгах, да, это были самые мои злейшие враги книги. Я так ненавидел читать. Блин, как же меняется мир. И когда я смотрю на таких людей, школьник осознает то, что я осознал в 23 года, блин. Вы представляете, насколько это круто? И опять же, вы для себя должны уяснить. Ничего не происходит быстро. Скорость, как сказал Тони, убивает возможности. Сложность это враг реализации, а скорость убивает возможности. Запишите себе. А все у нас стремятся быстро дойти к цели. Не нужно стремиться быстро дойти к цели. Вы к этому дойдете в свое время. Вы получите деньги только в то время, когда вы будете к этим деньгам готовы. Люди мне говорят, я уже полгода занимаюсь визуализацией. Я прочел уже там 10 книг о деньгах. Я везде расклеил у себя фотографии там красивой жизни. Я мотивируюсь. Но ничего не происходит. Я говорю, сколько? Он говорит, полгода. У меня на это ушло 3 года. Я постепенно менял мышление. Я постепенно к этому шел, понимаете? Еще начинал с общежития. Первый раз я в общежитии посмотрел фильм «Секрет». Еще тогда я уже начал что-то понимать. Тогда я практически ничего не делал. Я смотрел фильмы, но я начал заниматься Ютубом уже тогда. Уже тогда хотел как-то жить по-другому. Уже тогда понимал, что ходить на работу, вкалывать на кого-то я не хочу. Уже тогда я это осознавал. Да, были у меня какие-то переломные моменты, но все шло постепенно. Если бы я тогда, не знаю, за неделю прочел все книги о деньгах в мире, я бы не перепрыгнул на этот уровень, на этот уровень, в котором я нахожусь сейчас. Так что успокойтесь, все у вас получится. Вы к успеху будете идти шаг за шагом. Вы должны просто видеть свой успех. Но вы не должны видеть, как вы к этому успеху дойдете. Это, например, как вы едете на машине ночью. Вы едете с одного города в другой. У вас есть цель, другой город. Вы видите всю дорогу? Нет. Фары освещают маленький отрезок. Вы видите этот отрезок, потом другой отрезок, следующий, следующий, следующий. И постепенно вы приезжаете в этот город. Вот и все. Если вы безумно хотите стать мастером спорта в каком-то там виде спорта, вы не станете ним за месяц. Хоть у вас будет супер-пупер позитивное мышление, хоть у вас будут супер-возможности, хоть у вас будут все средства в мире, все деньги у вас будут в мире. Вы мастером спорта за месяц, например, не станете в каком-то там виде спорта. Вы не сможете переиграть самого лучшего теннисиста в мире. Как бы вы ни старались, за месяц, за месяц вы не сможете. Нужна практика. И постепенно, постепенно вы будете к этому идти. И постепенно вы добьетесь цели. So loud as you can and enjoy an absolute victory. Go! Say yes! Say yes! Say yes! Make the sound of Unstubble anonymity as loud as you can. Go! А вот конференция Тони Робинса, которая пройдет 1 сентября Там мы будем говорить не о бизнесе, а о жизни Потому что вот бизнес-мастерство Мы говорили строго о бизнесе Конечно же, говорили о психологии Тони очень серьезно относится к психологии У него тоже есть свои праймы Свои утренние молитвы, они есть у меня Я вам расскажу об этом в своем семинаре О своих молитвах О благодарности, о вечерних молитвах Эти молитвы вы сами можете себе написать Они очень помогают Еще на бизнес-мастерстве у Тони очень было много практики Мы решали какие-то там глобальные проблемы Создавали проекты Люди из разных стран Там было столько людей Конечно же, проблема у меня была немного с языком Я общался через любимую Но мы создавали проекты Там люди с Бразилии, с Франции С Австралии, с Америки С Англии Вот мы все объединялись Все люди, все занимаются бизнесом Все, блин, миллионеры И вы с ними решаете какое-то общее дело Очень было интересно Ты смотришь на этих людей Смотришь, какая у них культура Очень много было с Китая миллионеров Ты смотришь, какой у них подход к делу И ты для себя очень многое можешь подчеркнуть ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Еще мы обсуждали бизнес-планы Запускали уже оттуда проекты Решали глобальные проблемы Блин, там такая атмосфера Чтобы вы понимали Там поднимает человек руку И говорит Тони, а сколько стоит твой самолет? Не продаешь? Хочу купить у тебя твой самолет Представляете? Какие там люди А Тони говорит Ну, вообще-то я не хочу продавать свой самолет Но можешь подойти ко мне за сцену, обсудим Вот и все Там, когда мы обсуждали проекты людей Там поднимает девушка руку У меня такой-то проект Тони слушает А что это за проект? Расспрашивает Говорит, ладно, я тебе даю 100 тысяч долларов Еще там человек поднимает руку Говорит, у меня какие-то проблемы Я потерял там 2 миллиона Рассказывает о своем бизнесе Тони говорит Ладно, я тебе помогу Даю тебе 200 тысяч долларов Вот и все Как все просто Представляете? Вот так живут миллионеры Так что, народ, на этом я с вами буду прощаться Огромное спасибо вам за поддержку Блин, вместе мы сила Вместе мы создадим глобальное сообщество И мы вместе изменим мир Все начинается с вас Если хотите изменить мир Изменитесь сами Покажите это все на своем примере И похрен, что нам другие говорят Похрен, что в нас никто не верит Это наша жизнь Мы хотим перемен И надо начинать с себя И еще раз повторю Пожалуйста, очень серьезно отнеситесь к опросу Это очень для меня важно Я безумно, блин, переживаю Как я это все организую Так что добро пожаловать в наше сообщество Первая ссылка в описании Обязательно подпишитесь на канал Потому что это огромная для меня мотивация Выпускать для вас новые видео Подпишитесь в Инстаграм, в Телеграм Обязательно поставьте этому видео лайк Всем спасибо, пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok